В ночь с 6 на 7 июля 2012 года страшное наводнение затопило Крымск. Сегодня прошло 40 дней с той страшной ночи. Говорят, что погибли от 100 до нескольких тысяч человек, по неофициальным данным. И сегодня многие москвичи пришли сюда, к представительству Краснодарского края в Москве, чтобы почтить память тех, кто не пережил ту страшную ночь. Мне очень понравилось, как в Крымске сказал один таксист, который увез ребят-волонтеров и страшно их ругал и костерил. Знаете, за что ругал и костерил? За то, что они, москвичи, голосовали за Путина. С одной стороны, конечно, обидно, что именно нашим ребятам, зарплатам даже было приятно, что это простой парень был возмущен вот сейчас. Почему так случилось? И, конечно, Путин не виноват в том, что люди погибли напрямую, но все, что с этим связано, настолько мерзко, настолько все, знаете, как говорят на Кубане, не по-людски. Что может чувствовать человек, который, вот вы придете домой, и у вас голые стены, и все. Что может человек в таком случае ощущать? Шок? Не знаю. Ну, вот сейчас вот люди начинают жить заново. Практически вот сейчас это происходит. С стороны властей как-то очень... На встречу они идут плохо. Вот я говорю, я уезжал в субботу. Во многих семьях до сих пор не выплатили даже положенные им 10 тысяч рублей. Не говоря уже там о 150, которые им тоже полагаются при разрушениях домов. Что там может быть? Объединимся на минуточку все вместе. И почти минуты молчения всех погибших. Это было колоссальная трагедия. Но я горжусь, что все вот ребята, кто сегодня были, съездили туда, это вот мое восхищение вами. Это такой момент объединения. Мы сильные. И мы в данную минуту посылаем просто такой эмоциональный посыл тем людям, которые попали в страшную беду, и тех, кого нет. Минута полчения. Власть, ревностно следящая за фейсбуком, а именно в фейсбуке участники скорбной акции договаривались о ее проведении, предпочла не заметить собрания граждан. Полицейских не было, и из здания представительства Краснодарского края к скорбящим никто не вышел. Вероятно, были заняты настолько, что даже не приспустили флаги в знак траура. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, особая буква. Дмитрий Мелехин, Политвестник ТВ, особая буква. Продолжение следует...